Который мы сейчас уже празднуем. Как он называется? Сукот, да? Хаг Сукот. Сукот. Сукойс, если произносить по-ошкенадски. О-ой, да? На конце Т, который произносит С. Традиционно У ставится в виде такой огласовки. Сукот. А чего же происходит название этого праздника? Кто знает? От слова Сука, да? Сука. Вот эта точка называется Дагиш. Она обозначает удвоение звука, да? Сука. Сука. Не Сука, а Сука. Сука это переводится как? Кто знает? Шалаш, да? А также будка. Вот, оказывается, в современном иврите, в словаре, я нашел Сукат Калев. Сукат Калев. Собачья? Будка. Калев? Собака. Сукат Калев. Кого звали Собака? Му-мо. Так, два человека вышли. Его Шабен-Нун и кто? Калев. Калев вообще его звали. Калев. Собака. Собака его звали. Собака. Да, он был в верность. Вы понимаете, в иврите совершенно другое понимание. Если Алан дуб, у нас это дуб, это не очень хорошо, если называют человека. Алена – это женский род от Алан. И дуб – это очень сильное, крепкое и хорошо укорененное и благословенное Богом дерево, которое дает, кстати, желуди для питания. Да, оно широко распространяется. И это очень-очень хорошее дерево, да. Желуди кошерные. Кошерные. Не кошерные могут быть некоторые мясные продукты, а всякая, всякая трава, которая дает семена и плоды, и всякое дерево является кошерным. Другое дело, может быть, не кошерный сам плод. А где бы халевы вы узнаете, что это бак? А потому что написано так – калев. Это халев в русской Библии. Ка-эха. Это одна буква. Просто по-разному произносится. Калев. Калев. Гамали-эль. Гамаль – верблюд. Эль. Это что? Божий верблюд. Гамли-эль. Гамли-эль. Хорошо. Итак, еще есть суккат – телефон. Что означает? Телефонная будка. Хорошо. Кто хочет мне прочесть о том, что написано в Библии про суккот? Где написано в Библии суккот? Левит 23 глава. А вам обязательно все эти праздники выучить. Я наверняка такой вопрос задам. Перечислить праздники, которые… Как они называются, те праздники, которые… Господни. Потому что есть еврейские праздники. Мы изучали. Есть несколько видов еврейских праздников, да? Праздники Господни. Праздники библейские, в которых написано в Библии. Праздники, которые введены были раввинистической традицией. Например, Тубешват. Будем отдельно говорить, да? И праздники исторические, которые не относятся к еврейской традиции. Ну, например, День образования Израиля. И так далее. Хорошо. 23 глава, пожалуйста. Прочтите с 33 стиха до конца главы. И я сюда тоже прочту, чтобы мы могли сравнивать. Хорошо. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, с пятнадцатого дня от того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священного собрания никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Что значит отдание, Валера? Отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должен созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день. Кроме суббот Господней, кроме даров ваших и кроме всех обетов ваших и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы додаете Господу. В пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вы везли из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисея сынам Израилевых о праздниках Господних. Седьмой месяц. Совершенно верно. Потому что месяцы традиционно считаются от Песаха. А Новый год это в седьмом месяце. Почему? Потому что Бог сотворил мир. Бог сотворил мир. Вот первое Тишрея, это был тот самый шестой день, когда Бог закончил творение мира. По еврейской традиции. А почему у нас Новый год 31 декабря, а Новый учебный год мы начинаем 1 сентября? А где начало в облике? Какую точку возьмите, то и будет начало. Правда? Хорошо. Что интересно. Итак, 15 числа месяца. Интересно, что многие еврейские праздники, кроме еврейского Нового года. Вот еврейский Новый год, или праздник труб, он первый день месяца. А все остальные, вот Песах мы празднуем 15-го, да? Они происходят в середине месяца. То есть, когда что происходит с Луной? Полнолуние. Да. Вот помните, Ешуа был, когда распят на Песах. Полнолуние. Кстати, в полнолунии никогда не бывает солнечного затмения. Чтобы вы знали. Бывает лунное затмение. Я видел полнолуние, лунное затмение. Красивое зрелище. Но солнечного затмения никогда не бывает. То есть, если вам кто-то скажет, что это было солнечное затмение, когда Ешуа был распят, не верьте. Это Господь сделал. Да. Это Господь сделал тьму. Дальше. Теперь смотрите. С чем этот праздник связан? Со сбором урожая. Правда? Так. Еще какой этот праздник? Сколько дней мы его празднуем? Семь дней. Правда? Семь дней. И еще, говорится, о восьмом дне. То есть, восьмой дополнительный день. Хорошо. А когда мы находимся не в Израиле, а где в Арсении, вот как мы здесь сейчас сидим, сколько мы дней будем праздновать? Восемь в Израиле. Плюс один. Девять дней. Видите? У евреев больше всего праздников. Больше всего праздников. Ни один народ не имеет столько праздников, сколько евреев. Ну, если это, правда, может, православный. Там день святого такого-то, день святого такого-то. Но официально ни один народ в мире не имеет столько праздников. Хорошо. Еще, видите, он связан с принешением жертв. Да? С принешением жертв. Кроме того, если вот мы говорим о Песахе, и в Песахе четко сказано, что ни один необрезанный не может есть Пасху, да? Есть такое? Есть такое. То Суккот пазднуют все, да? И пришельцы все, кто находится в земле Израиля. Хорошо, давайте я вам прочитаю еще по этой теории. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, скажи сынам Израиля так, в 15 день 7 месяца, это праздник Суккот, 7 дней Богу, в первый день священное собрание никакой работы не делайте, 7 дней приносите огнеполимые жертвы Богу. Как называется огнеполимые жертвы? Или жертвы всесожжения? Эш, огонь, да? Эш, огонь. Хорошо, 7 дней приносите огнеполимые жертвы Богу. Восьмой день священное собрание будет у вас. Итак, первый день, и седьмой день, и плюс восьмой день, это день священного собрания, дополнительный, да? Приносите опять огнеполимые жертвы Богу. Праздничное собрание, это никакой работы не делайте. Вот праздники Бога, которые вы назначите для священных собраний, чтобы приносить огнеполимые жертвы Богу. Жертвы всесожжения и хлебный дар, и жертвы, и возлияние. Итак, что приносится в этот праздник? Жертвы всесожжения. Что? Хлебные дары, да? Когда мы приносим еще хлебные дары? Какой праздник? Тоже связан с урожаем. Так. Хорошо. Первый плодов и праздник Суккот. Праздник Суккот. Дальше. Сжертвы всесожжения, хлебный дар, жертвы и возлияние. Вам уже проповедовал, помните, Валентир Романович и Мохарт проповедовали о жертвах возлияния. Что возливает? Вино и воду только в этот праздник. Обычно возливает на жертвыник вино. А вино и воду только в этот праздник. Поэтому есть специальный день, который выделяется. Называется день возлияния воды на жертвыника. Каждый свой день. Сверх суббот Бога и сверх даров ваших. И сверх всех обетов ваших. И сверх добровольных даров ваших, которые вы будете приносить Богу. Но в пятнадцатый день седьмого месяца, когда собираете вы плоды земли. Видите, этот праздник связан с чем? С урожаем, да? Празднуйте праздник Бога семь дней. Чей это праздник? Чей праздник? Бога. Принадлежит он Господу, да. Хорошо. Первый день покой и восьмой день покой. И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного. Что такое плод дерева великолепного? О, кстати, вы мне принесли. Дайте, дайте мне. Я вам хочу показать плод дерева великолепного. Что такое плод дерева великолепного? Кто скажет? Лимон. Итрог, да. Итрог, цитрон. Но это не совсем лимон. Это похожий на лимон. Но очень интересный он. Вы знаете, он не такой уже маленький. Вот посмотрите. Здесь ребята на базаре выбирают эти лимоны. Вот такой лимончик. Как овальный мяч, которым в футбол американский играет или в регби. Вот посмотрите. Да, да, посмотрите. То есть берется вот такой цитрон. Или цитрусы. Апельсинов тогда во времена Ишио не было. А это еще потому, что не поспело. Они желтые должны быть потом. И некоторые их сохраняют, даже высушивают на несколько лет. Я все-таки хочу, чтобы вы как-то поехали в еврейскую библиотеку. Надо сделать кульпоход вам. И показать. Там это все есть интересно. Хорошо. Дальше что у нас, кроме этого? Так. Пальмовые ветры. Правильно. Отроски дерева густолистыного. Дерево густолистыное. Это считает, что? Мирт. И верб речных. И радуйтесь перед Богом всесильным ваши семь дней. Это что? Радуйтесь. Это пожелание, чтобы вам было хорошо? А можно спросить. Почему? Это заповедь. Это заповедь. Потому что в Израиле, именно как густолистыное, это уже устная тора. Как густолистыное дерево комментируется. Это считает мир. Видите, как переводят? Очень интересно. Что там были яблоки. Яблоки у первосвященника, да, в виде яблок в подвеске. А яблоки там были? Гранаты. Трость Моисея в что превратилась? Неправильно. У крокодила. Переводчики Библии делали это для того, чтобы русские люди могли понять. Они не знают, что такое гранаты. Зато каждый знает, что такое яблоки. В России не уводятся крокодилы. Ну, змеи уводятся. Правда? То есть, это вопрос перевода. Хорошо. Согласно устной торе употребляется мирт. И вербы речные. Или и вода. Так, что с ними делать? Радоваться, да? Перед Богом всесильным вашим. Радоваться – это заповедь. Это митсва. Митсва, вы помните, как переводится? Приказ. Дословно, митсва – это приказ. Это приказ. Бог сказал – радуйтесь. Все, хотите или не хотите – радуйтесь. Это очень радостный праздник. Празднуйте этот праздник Богу семь дней в году. И сколько раз повторяется? Несколько раз. Это очень важно. И это на какое-то время, пока придет Мессия, а потом прекратится этот праздник. Вечное установление. То есть, Мессия, когда придет, этот праздник все равно будет продолжаться. До тех пор, пока есть дни и ночи, и разделение времени, да? Этот праздник будет продолжаться. Это вечное установление для всех поколений ваших. Седьмой месяц. Празднуйте его. В шалашах живите семь дней. Почему здесь подчеркивается седьмой месяц празднуйте, это мы разберемся. В шалашах живите семь дней. Каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше. То есть, и израильтянин коренной, и кто? И пришелец должны жить в шалаше. Почему же это делает Господь? Дабы знали в поколениях ваших, что в шалашах поселил я сыновы Израиля, когда вывел их из страны египетской. Я Бог всесильный ваш. Вот когда Бог говорит об этом, я Бог всесильный ваш, он как бы ставит печать. Да? Не послушаешься мне? Конец тебе будет. Для всех жителей Израиля. В Израиле всегда жили израильтяни и неизраильтяни. Правда? Здесь написано у меня, а это более точный перевод, что вся, каждый житель страны Израиля, то есть каждый, кто проживает в стране Израиля, должен жить в шалаше. Я Бог всесильный ваш. И объявил Маше о праздниках Бога сынам Израиля. Итак, календарь праздника. Мы видим, что этот праздник не один день продолжается. Да? И календарь праздника. И запишем термины касательно праздника. Значит, хак-сукот, или здесь у меня еще писано, хак-ха-сукот. То есть, тот самый. Ха-сукот. 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 Это артикль, да? Тот самый. У русских тоже есть артикль. После каждого второго слова на третье. Не будем его называть. Хорошо. Значит, пятнадцатое тишрея. Тишрей. Тишрей. Пятнадцатое число. Это что? Первый день сукот. Шестнадцатого числа мы говорили, что в Израиле один день, вне Израиля сколько дней? Два. Значит, сукот. Только второй день. Следующие дни. Семнадцатое. Восемнадцатое. Вы понимаете, что это тишрея. Это может проходиться на разные дни, разных лет. Девятнадцатое и двадцатое называется хол-ха-моэт. Хол или холь. А-моэт. Моэт – праздник. Буквально связан с эт. Община, когда собирается община. Хол означает будничный. Это будничные дни праздника. Можно так перевести. Или будни в празднике. То есть, это праздник. Но, вы знаете, если мы всю неделю будем праздновать, можно так добраздноваться, что вообще останемся голодными. Скотина будет некормленная, передохнет. Заводы, фабрики остановятся. Правда? Поэтому те работы, которые необходимы, они продолжаются в эти дни. Хол-ха-моэт. Хол. Хол – это значит будничный. А-моэт – это значит праздничный. День будний в праздниках. Будний посреди праздников. Вот так можно перехватить. Дальше. Восьмой день – это что получится? Седьмой день еще праздника. Седьмой день. Помните, там сказано что? Празднуйте. Да? Седьмой день. Седьмой день – это особый день праздника. Именно в седьмой день возделялась вода на жертвы. Вот каждый день этого праздника совершался обход. Вот здесь видите картина? Акафот. Мы понимаем об этом подробнее. Возле Бимы обходятся свитками Торы. Вот первый человек несет Тору. Второй человек несет книгу пророков, из которой читают автора. Еще иногда бывает третий человек, который несет свитки, которые тоже иногда читаются. Они обходят вокруг Бимы сколько раз? Один раз. На второй день они обходят сколько раз? Один раз. На третий день они обходят сколько раз? Что это вам напоминает? Да. И последний день, седьмой день, они обходят семь раз. И тогда считается особая молитва, которая называется Гошана Раба. Поэтому этот день, так и называется, седьмой день, Гошана Раба. Помните, мы говорили, спасение Богу нашему. И вот те люди, которые не знают еврейских корней, они удивляются, как это может Богу нашему спасение. Но здесь говорится о молитве, которая называется спасение. Гошана. Какая молитва? Большая молитва. Большая молитва о спасении. Гошана Раба. Мы этот праздник видим в Откровении. Помните, там с пальмовыми ветвями. И возглашает Ассанна Гошана. Следующий день, восьмой день праздника. Про восьмой день праздника тоже особо сказано, что там приносятся жертвы. И что там? День Великого Собрания. Восьмой день. И он является дополнительным днем. Семь дней праздника. Это основные дни праздника. Восьмой день дополнительный. Как будет восемь? Шмоне. А это шмини ацерет. Шмини, что означает? Восьмой. Ацерет дополнительный. Восьмой дополнительный день Собрания. Интересно, что Суккот это единственный праздник, который посвящен не только израильтянам, но и всем народу мира. Вот этот день, это был особый день, которым приносились жертвы. Семьдесят быков за все народы мира. Считается традиционно, что семьдесят это число народу мира. Шмини, ацерет. Шмини восьмой, ацерет дополнительный. Восьмой дополнительный день. Двадцать третий. Это уже получается у нас девятый день. Девятый день. Это только для Аглута. Аглут. И мы празднуем особый праздник. Этот праздник не входит в праздник Господний, но так как он совпадает с Суккот, то он также частично входит в этот праздник. Как он называется? Симхат Тора. Это праздник Вилли Равины, связанный с циклом чтения Торы. Симхат Тора. Мы празднуем Симхат Тора на девятый день. В Израиле празднуется на восьмой день. То есть Шмини, ацерет и Симхат Тора в Израиле совпадают в один день. Это Израиле. Запишите это. Теперь относительно связи с нашим календарем. Сейчас. Какой у нас месяц? Октябрь, да? Октябрь. Хорошо. Значит, Йом-Кипур. Йом-Кипур у нас был пятого. И шестого числа. Первый день Сукот одиннадцатого числа в субботу. Второй день Сукот в воскресенье. Гашана Раба. Это семнадцатого числа. Что у нас? Пятница. Так. Шмини, ацерет. Это восемнадцатого числа. Что у нас? Суббота. И Симхат Тора. Какой день у нас попадает? Нет. Шмини, ацерет. Восемнадцатого это суббота. А, да. Симхат Тора попадает в воскресенье. Симхат Тора у нас в воскресенье. Так. Хорошо. Значит, записали это. Теперь, как же традиционно, исторически сложился этот праздник? Вы помните, что сколько раз ходил Моше на Оро? Два раза, да? Первый раз, когда он принес Крижали. Да. Он не просто уронили Мишка Лапова. Он специально разбил, да? Потому что это был очень суровый, трагический день. Погибло три тысячи человек. Помните, это что? Наша вод, да? Наша вод, евреи получили тоже. Просто традиции еврейской сейчас вот, этот день, когда они стояли под горой, а потом мы все зашел на гору, почему-то объединились с этим днем. Ну, практически, я думаю, что надо считать, что именно в Шавуот, я, по крайней мере, так считаю, многие равены придержатся такого мнения, что именно в Шавуот сошел Моше с горы. Тут есть расхождение во мнении равенную. Я такого придержусь мнения. Другое может вам сказать другое. И разбил скрижали, да? Почему он разбил скрижали? Он не уронил их. Вы знаете, Моисей был большим ходатайем за свой народ. Это не потому, что он рассердился на евреев. Моше брал на себя ответственность за то, что разорвать завет с Богом. Да. Не всякий, не всякий, если бы он не разорвал завет с Богом, то все евреи были бы уничтожены. Совершенно верно. Да. Поэтому он и разбил эти скрижали. Он на себя взял ответственность. Видите? Не всякий такой смелость возьмет на себя, правда? Он разорвал завет с Богом. Это согласно еврейской традиции. Я думаю, что это вполне можно так объяснить. Потому что он на себя взял ответственность. И тогда евреи не были поражены. То есть поражены были некоторые, которые зачинщики. Но участвовали-то все евреи в этом, правда? Дальше Бог сказал, помните, что я не могу ввести этот грешный народ. Я поведу, поставлю ангела. Моше сказал, что хорошо, я только пойду с тобой. Никакой ангел мне не нужен. А если ты не дашь себя самого, да, то и не веди нас. И помните, он построил специальный шатер, в котором получал откровение от Бога. Это не был еще тот шатер, который назывался Мешкан. Это был совершенно другой шатер, который расползался где? За станом. Мешкан, помните, где находился? В кине, где находился? В самом центре стана. Но если бы Бог не был отгорожен от всего народа, что случилось, если бы стал Бог в центре стану? Да, все бы просто погибли. Не потому, что Бог такой злой. Просто несвятой человек не может находиться в присутствии Божьего. И они бы все погибли. И когда Моше пошел второй раз, Бог дал ему особые заповеди о скинии. Интересно, что в Библии еще написано, что Бог дал заповеди о скинии в первый раз, да? Поэтому некоторые говорят, что Бог знал, что израильтяне согрешат. Поэтому он еще в первый раз дарил заповеди о скинии. И так было построено специальная палатка, которая как называлась? Мешкан. Мешкан. Да, от слова мешкать. Мешкан. Мешкан. Мешкан означает, вот это если взять, что у нас, шатер просто, этот не шатер, а из веток сделан как-то, шалаш, да? То мешкан это уже шатер. Это шатер. Есть еще ахель, корень для шатра. Это мешкан. В русском языке и украинском есть такое выражение, как? Мешкать. По-украинским мешкать, жить, да? Я здесь мешкать, да? Живу. А в русском языке замешкался человек. То есть что? Задержался на какое-то время. Значит, на какое-то время он стал жить. Корень шахан означает с одной стороны жить где-то. Вот квартал, это шхуна. Сосед шохен. То есть бог, будучи в Мешкане, он стал кем? Шохеном. Не путайте шатхен. Шатхен сват. Стал шохеном для Израиля, да? Шхуна, да. Шхуна, не шхуна. Шхуна. Это квартал, видите? Если ш поменять на с, сахнут. Это что? Общение. Вот знаменитая организация, сахнут. Да? Есть такая. То есть бог уже мог общаться с Израилем. Где живя? В Мешкане, да. По-гречески, вы помните, греческий перевод Библии, как назывался? Септуагинта. Так. Хорошо. Русская Библия. Она представляет собой перевод с иврита. Нет. В основном, это перевод с септуагинта. Некоторые места там были добавлены, отредактированы, но в основном, это перевод с септуагинта. В септуагинте есть глагол скинао. 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 И вы помните первая глава Евангелия от Иоанна? И что? Слово обитало с нами полное благодати и истины. Вот там употреблено слово скинао. То есть Бог обитал. Где Бог обитал? Скини, да? Скинао. Отсюда произошло русский перевод это скиния. Сколько времени потребовалось евреям на изготовление шатра? пять дней. Пять дней и шатер был приготовлен. Видите как? У них было много золота, у них было все, да? А сделано было очень быстро. По образу и подобию, который дал Господь. Хорошо. Итак, первое название праздника это праздник Кущи. Хак Гасукот. Мы уже говорили. А сейчас чего? Сука. Следующее, второе название праздника. Хак Га Асиф. Хак Га Асиф. Так, можно уже это стирать? Хак Га Асиф Асиф Соф это с одной стороны конец, с другой стороны если сказать Асиф это урожай. когда все заканчивается помните конец мира с чем связан с жатвой Асиф Сов Асиф это слова однокоренные Асиф это жатва праздник жатвы у христиан он тоже так называется да Хак Асиф праздник урожая или праздник жатвы какой это праздник жатвы что-то дождется все все уже убирается в принципе да потому что уже готовится к осени видите в Израиле к этому времени уже полностью урожай собран поэтому если можно говорить о первой жатве которая происходит когда праздник первых плодов да потом первая жатва идет весной сначала ячменя потом пшеницы на сукот то это уже какая жатва последняя жатва да это последняя жатва мира последняя жатва этого века хак асиф праздник урожая это радостный праздник правда мы уже собрали все плоды и можем спокойно наслаждаться результатами того что мы делали летом поэтому еще отзывается праздник радости итак хак асиф праздник кущий левит запишите хак асукот левит 23 34 ну там несколько раз названо хак асиф праздник урожая или сбора плодов или жатвы исход 23 до 16 и исход 34 дробь 22 следующее название исход 23 до 16 сначала дроби пишите да потом название книги 34 дробь 22 зман сим ха тэ ну зман зман это что время время чего нашей радости да сим хат это радость какая наша зман н на конце зман сим ха тэ ну значит время нашей радости зман сим хат тэ ну выключите на минутках анекдот расскажу это что время время чего нашей радости поэтому это праздник очень большой радости так хорошо так время да хорошо молодцы дети слава господу отдыхаем значит продолжим следующий раз благослови нуждаются и евреи покаяния правда нуждаются покаяния и украинский народ не меньшей степени кто на себя возьмет бремя ходатайства я думаю что мы просто должны молиться и за евреев и за украинцев потому что иначе не может быть разорвана эта ужасная цепь злодеяний хорошо суккот мы остановились о каком названии праздника зман симха те ну да ну так я вас опечалил хочу немножко обрадовать да смотрите моисей вернулся второй раз со скрижалями и вы знаете что эти скрижали вторые они явились символом прощения богом израиля то есть каждый израильтян конкретно видел что завет восстановлен правда вот они кражали заветовы представляете какая радость мы согрешили но бог нас не забыл бог возобновил завет с нами и каждый мог видеть конкретно эти скрижали заветов правда началась огромнейшая радость и теперь вот этот праздник после дней покаяния после дней судов он знаменит собой переход от чего от печали от покаяния да от печали за грех к великой радости вы знаете мы не можем по-настоящему радоваться господу некоторые проходят как бы эту фазу приходят в висианские общины начинают радоваться и танцевать правда мы не можем радоваться не зная что наши грехи спасены по-настоящему грехи наши прощены и мы спасены по-настоящему можем радоваться только тогда когда получаем спасение то есть всегда такое сначала покаяние и слез затем радость есть пробуждение в которых больше элемент покаяния есть пробуждение в которых больше элемент радости но обязательно должно быть и то и другое время нашей радости мы говорили или про Радность и к радости, пора веселья нашего второзакония. 16 глава, 14 стих. Есть просто название хак. Есть просто название хак. Праздник. Но подразумевается под этим именно суккот. Ливит 23, 39, 41 и числах 29, дробь 12. Итак, это мы говорили о чем? О названиях праздника. Помните, у нас план такой. Название праздника, календарь праздника. Потом о чем мы говорим? О символах праздника. Потом мы говорим о традициях праздника. И мы всегда говорим о том, что Господь дал нам в Ишуа Мессия в этот праздник. Каким же самым главным символом суккот является? Сама суккот, правда? Сама суккот. И сама сукка, она тоже имеет большую символику. Вы знаете, когда вышли евреи из Египта, то вышли 600 тысяч человек. А если считать детей и стариков, кто-то говорят, что миллион двести тысяч человек. Некоторые говорят два миллиона. Секторы посчитали, что вместе с иноплеменниками три миллиона человек покинули свои дома и имущество и последовали за Всевышним безлюдную пустыню, кишащую ядовитыми змеями и скорпионами. И они не спрашивали у Всевышнего, куда мы идем, где найдем кровь, убежище от холода и зноя, и как добудем себя пропитанием. Это я читаю из ортодоксальных комментариев. Что Ешуа сказал? Не заботитесь, да? Что вам пить, что вам есть и что одеться. То есть евреи не спрашивали, куда мы идем, где найдем кровь, убежище от холода и зноя, и где найдем пропитание. И сказано, что они пришли из Рамсесов в Суккот. Между ними 120 миль. По меньшей мере, три дня пешего пути для крепкого человека. Но, интересно, что ортодоксальные комментариев, комментируя Шмот, то есть Исход 19, там написано, перенес вас на ордейных крыльях. Говорят, что они прошли это расстояние за один день. Так ли это или нет, я не знаю. Три дня пешего пути. Первая стоянка, которая у них была, как называлась? Суккот. Шли из Рамсеса. Суккот Рамсес. Это была все египетская ударная стройка. Что евреи строили? Евреи никогда не строили пирамиды. Это неправда. Пирамиды были построены еще за 100 лет до того, как евреи появились. Это где-то за 300-400 до того, как евреи появились. Там другая династия строила. Они строили что? Амбары. Амбары для хлеба. Помните? Египет был крупнейшим поставщиком хлеба для всех народов. И Бог заповедовал в память этого жить в шалашах. Интересно, что шалаш – это временное жилище, правда? И по сравнению с теми домами, которые жили евреи в Египте, они жили в каменных, надежных домах, правда? Имеющие свою крышу. Евреи жили в каменных домах, да? Имели крышу, а теперь они посидели в суке. Кажется, ненадежно. Но что надежнее – жить под открытым небом у Господа или жить в домах в Египте, да? Вот те казни, которые на Египет обрушились, то все увидели, абсолютно все увидели. Прежде всего, Нил – не божество, ибо поразил ее Всевышний и превратил ее в воды в кровь. Дом – не крепость. Различными насекомыми Народ – не опора, потому что Всевышний послал диких зверей, и народ охватил ужас. Скот – не подспорье, ибо Бог наложил руку на стада египтян. Удовольствия лишены смысла. Ибо Наше развеял горсть пыли, и их не стало. Весь Египет был поражен язвами и позорной болезнью. Вы знаете, в чем он был поражен? Знаете, какой позорной болезнью был поражен Египет? Геморроем, совершенно верно. Переводится как «почичуй» в русской Библии. Но это настоящий геморрой. Вот бедные египтяне, можете себе представить. Это очень неприятная вещь, кто знает. Силой природы – ничто, ибо обрушился на Египет град, которого подобно никогда не бывало. Деревья полевые тлен, ибо все их пожрало саранча. Солнце, месяц, звезды принадлежат Всевышнему, ибо их покрыла непроглядная тьма, осязаемый мрак. Все первенцы, лидеры, герои равны своем ничтожестве, ибо Господь поразил всех первенцев в Египте. Нет подобного ему. А ныне евреи больше не рабы паро. Они не служат идолам, не подвластны суевериям. Они слуги Всевышнего, освободившего их и избавившего их от страданий. Они вышли из-под крова, который больше не укроет. Оставили свои дома, собрались под сенью Всевышнего, под его крыльями. Он истинное убежище и надежный кров. Я не знаю, где-то контакта нет, потому что я все время говорю с одной же интонацией. То есть, смотрите, все, что казалось надежным, в действительности оказалось... пылью. Маше бросил гость пыли. И все оказалось пылью. Но самым надежным покровом это был тот покров, который прибыли евреи. Значит, что мы отмечаем, символизирует сука прежде всего? Покров Всевышнего, да? Вы вообще пишете это или нет? Зачем это он будет? Что символизирует каждый элемент и каждого праздника, да? Покров Всевышнего. Дальше, что символизирует? Ненадежность всего этого материального мира, ненадежность всего, на что мы уповаем, правда? Как с такой лозунгом? Мой дом, моя крепость. Но эти все крепости оказались ничтожны. Настоящей крепостью оказалась сука Божия, правда? Второе. Это религиозный праздник, да? Религиозный праздник. И символы праздника напоминают нас о странстве народа Израиля в Синайской пустыне. То есть, каждый из нас, живя в суке, что такое праздник? Это, в связи с тем, переживание каждого. Индивидуально того, что пережили евреи как народ. Правда? Каждый из нас частица этого народа. Прошли тысячелетия. Одни говорят, что это был примерно 1280 год до нашей эры по еврейской классификации. По международной это еще где-то на 230 лет раньше. Потому что еврейский календарь не совпадает с археологическими данными примерно на 230 лет. Помните, мы говорили об этом. Итак, они вышли. Они вышли. И что? Символика праздника напоминает нам о странствиях народа Израиля в Синайской пустыне. То есть, еще сука напоминает о чем? Странствия народа Израиля. То есть, живя в суке, мы вспоминаем об Израиле и как бы сами проходим весь этот путь. Весь год человек укрывается от бурь и непогоды в своем доме. И он не зависит от явлений погоды. Его дом, его крепость. И он чувствует себя в безопасности. Однако, эта защищенность только внешняя. Сукот символизирует защищенность совсем другого типа. Сукот символизирует защищенность сука совсем другого типа. Место надежного укрытия человек создает еще более надежную защиту, полагаясь на Господа. Поэтому не дом, а именно сука символизирует настоящую защиту, веру во Всевышнего. Сука это храм, который даже слабый, чувствует глуховую духовную защищенность. Скажите, в шалашах богатые или бедные люди жили? Сукея, когда вышли, они были рабами, правда? Но они были рабами Всевышнего. То есть, еще разочек, что сука символизирует защищенность совсем другого типа. Это Божия настоящая защита. И что он еще символизирует, сука? Вера во Всевышнего. вера во Всевышнего. И вы знаете, что интересно? Что, когда мы читали, помните, несколько раз там сказано, что живите в каком месяце? В седьмом месяце, да? Почему Бог не сказал живите весной? Ведь когда евреи вышли из Египта? Ну, в апреле месяце примерно, да? Правда, в апреле-майе можно жить в шалашах. Ну, может, не в Сибири, а в Израиле это конкретно можно. Лучше, чем в ноябре или в октябре жить. Правда? Но Бог заповедал именно жить в суке. Это время. Хорошо. И, значит, что символизирует сука? Первое, сука. Значит, еще так же. Чтобы помнить, как жили наши предки в пустыне. Мы это говорили. Еще, не зазнаваться. Второе, не зазнаваться. Правда? Чтобы помнить, как жили наши предки в пустыне. Ну, мы являемся, как бы, частью, переживаем, мы уже говорили то, что было, да? Второе, не зазнаваться. Не зазнаваться. Сука, это жилище какое? Бедный, да? И даже самый богатый израильтянин, он где в это время живет? В суке. Память исхода из Египта. Третье. Мы уже говорили. Третье. Память исхода из Египта. Это Левит 23, дробь 43, сказано. Чтобы знали роды ваши, что в кущах, то есть шалашах, поселила сынок Израиля, когда вы из Египта. Память об исходе из Египта. В память завоевания страны. Память завоевания страны. Когда евреи подошли к Эрице Страэль, они столкнулись с противником в стране Амареев и с множеством вражеских сил Гараханаанских. В эту эпоху евреи жили в шалашах и передвижных лагерях. И весь период завоевания Эрице Страэль включается в период исхода. И поэтому сказано в книге Ниемия. Ниемия 8 дробь 17. Ниемия 8 дробь 17. Там сказано все общество возвратившееся из плена это уже Ниемия посвящена какому времени? Возвращение из Вайлонского плена. Все общество возвратившееся из племени сделало шалаши то есть суки и жило в них. Со времени Иисуса сына Навина и до этого дня не делали так сыны израильские. Радость была весьма велика. То есть во времена Егоша бен Нуна или Иисуса Навина где жили евреи? Шалашах, да? Память о завоевании страны. Хорошо. Как возводится шалаш? Кто знает? Что у шалаша должно быть? Каркас, стены и что? Схах. Схах. Крыша. Самый главный элемент еврейского шалаша это что? Крыша. Схах. Схах. Значит ставится четыре опоры. Да? Так. Сюда. Здесь должно быть минимум три стены закрытых. Либо полотнищами, досками обшитые. А вот в Схах ложатся ветки. Как ложатся ветки? Да. Так, чтобы видно было звезды, да? Вот. И рекомендуется даже ночевать в суке. Ну, правда, заповедь о суке для народов севера она не всегда подходит, да? Выключить на минутку. Впрочем, продолжаем включение. Сука. Шалаш возводят обязательно под открытым депом. Не под деревом и не под крышей. Стены шалаша можно возвести из любого материала, но они должны быть прочными и защищать от ветра. Размеры шалаша могут быть любые, но надо, чтобы можно было там есть, спать и чувствовать себя комфортно. Крышу шалаша Схах делают только из материалов растительного происхождения. Срубленных веток деревьев, кустарника, камыша, бамбука. И так далее. Схах должен быть с одной стороны густым, но в то же время сквозь ветки крыши должны быть видны звезды и должен проникать дождь. Когда делают шалаш, производят трапезу с хлебом и с другими блюдами из злаков и произносят следующее благословение. Барухата Адоная Лагейну Мелегаля Ашерки Ченубе Митсватав Вецивану Лейшев Басука Что значит Лейшев? Шев, да? Лейшев Инфинитивно Сидеть или Жить Басука Мы с вами будем учить формулы благословений. Сразу после каникул мы с этого и начнем. Вы будете очень много учить наизусть. Хорошо? Согласны? Аллилуйя. По обычаю первый хвост шалаша забивает на исходе емки пура. Чтобы исполнение одной заповеди влекло за собой другую заповедь. Еще украшение шалаша. Шалаш должен быть не просто какой-то там шалаш а очень красивый. Обязательно там украшают с участием семи видов растений. Какие семь видов растений которые славятся земля Израиля? Я не сказал второй. Пшеница ячмень виноград инжир гранат маслины и финики. Символы благословения. Во многих общинах принято вешать шалаше бутылочки с оливковым маслом мукой вином и так далее. Птицы делают хотя евреи не дали поклонники но делают таких птичек. Японцы кстати тоже делают бумажных журавликов да? евреи делают бумажных птичек для украшения в суке. Вот японцы чем-то действительно все-таки похожи на евреев. Многие этнографы говорят об этом. Хотя и не внешне. Вот. различные птичьи перья красочные птицы подвешиваются к саху крыши. Ковры у выходцев из стран Востока принято завешивать стены шалаша дорогими коврами. Гирлянды и украшения из бумаги. Вот все что вешают на елочку на Рождество в этих крестьяне да? Вот все это украшение вешают суку евреи. Изготовлением этих украшений занимаются в основном дети. Там еще украшают связками луковиц, головок чеснока, красного перца и других овощей. В память чего? Шаелих выходя из Египта да? Чеснок, лук да. Некоторые веды святых городов Иерусалима, Цфата, Твери и Хеврона. Еще один символ шалаша что шалаш это символ мира. Шалаш это символ мира. Когда люди живут в военной обстановке, они где живут? За стенами, да? Даже военный лагерь, если они живут в палатках, они обносят какими-то деревянными стенами, как делают аривские легионеры. Но шалаш он совершенно открыт, да? Шалаш напоминает нас о той эпохе, когда предки наши жили в шалашах. Пребывая в богатстве, человек должен помнить о тех временах, когда он пребывал в бедности. В невеличие своего он обязан помнить о днях своей униженности, эпоху мира об опасности войны. Жизнь шалашей учит человека быть скромным и довольствоваться малым. Это книги о законах праздников из Талмуда. В шуке сколько надо? Семь дней. Вообще слово там воспотреблено слово сидите. В шуке сидите семь дней. Наши мудрецы объясняют, что в данном случае это слово сидите означает слово живите. Хорошо. Если дождь, должны мы сидеть в шуке? А вот и нет. А женщины должны сидеть в шуке? У вас может быть вопрос наслаждаться? Должны. Должны. Есть некоторые заповеди, которые женщины не должны делать. Женщины должны сидеть сидеть. Но если дождь начинается или холодно, если есть опасность заболеть, то ни в коем случае нельзя сидеть в шуке. Потому что все заповеди божьи нам для здоровья, а не для болезни. Правда? Слава Господу. Зажигание свечей. Зажигание свечей первый день суккот зажигает праздничные свечи. При этом произносят два благословения. Обычно всегда благословения на свечи. Это что? Барухата дожить Шегехияну. Вы это доживите тоже наизусть. Кто помнит второй курс? Барухата данай элогейну мели халям шегехияну вэхи халям 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 лаз ман халям то есть благословения то есть Господь Бог наш, да? Который что? Дал нам жизнь, поддерживал ее нас, буквально оживлял нас каждый день и дал нам дожить до этого времени. Хорошо. Когда в суке сквозняке невозможно защититься от него, не стоит оставлять незажженные свечи. После того, как женщина благословила их, один из присутствующих может взять свечи и перенести в дом. Но сама женщина это делать не должна. И для нее уже начался праздник суббота, поэтому нельзя переносить свечи, даже трогать их по закону. Хорошо. Дальше что? Бокал. Бокал для кедуша. Бокал для кедуша. Кедуша это что? Освещение. Освещение праздника с помощью вина. Бокал для кедуша должен вмещать не менее четверти лога. Это 87 грамм. 87 грамм вина. Ну, вы знаете, какое благословение на вино. Кто может произнести? вина. 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 Продолжение следует...